Хай, это обзор на демо по игре Desperados 3, которая выйдет когда-то в 2019 году. Даже сами разработчики не знают, когда она точно выйдет, потому что у них на сайте нет никакой информации по этому поводу. Начнём с трейлера игры. В нём всё происходит, как в фильме День Сурка. Банда оказывается в определённой ситуации, и раз за разом её переживает. Каждый раз возникает какая-то новая проблема, из-за которой кто-то умирает. Начинается всё сначала, они решают проблему, но возникает новая. И в самом конце видео банда делает всё идеально. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дама состоит из обучения и нескольких миссий, но как ни странно, в обучении показано всё, что вы будете делать до конца игры. По поводу трейлера, вначале думал, что это просто прикольный трейлер, пока не начал играть. Трейлер идеально иллюстрирует геймплей. Вы постоянно будете сохраняться и загружаться, пока не получится идеальный вариант. Сделали шаг, сохранились. Почесали в носу, сохранились. Поссали, сохранились. И так всю игру. На видео я прохожу обучение с первой попытки, не потому что игра лёгкая, не потому что я жёсткий, а потому что я его прохожу во второй раз и знаю, что нужно делать. Плюс дальше неудачные попытки я повырезал. А во время первого прохождения я загружался по нескольку раз, потому что не понимал, что игра от меня хочет. Например, момент с конём. Задача разозлить коня. Я кидался в него монетами, конь злился, но ничего не происходило. На самом деле нужно было кинуть монету, конь злится, ковбольша подходит к коню, начинает нюхать его жопу, а потом нужно ещё раз кинуть монету в коня, чтобы он ударил ковбольшу копытами. Враги очень странные, когда вы кидаете монету, они всегда бегут к ней. Мне их поведение напоминает Горлума из Властелина Колец. Наш батя абсолютное сцикло. Кого-то ударить ножом в спину или метнуть нож в спину, это он легко. Но если сделать ошибку, начнётся перестрелка, он сцится в штаны и ничего не делает. Хотя мог бы точно так же кидаться ножами или стрелять в ответ. Управление лично мне показалось неудобным. Чтобы выделить отряд, нужно зажать правую кнопку мыши, а потом выделить всех. Левой кнопкой выделяются тиммейты по одному, или можно цифрами переключаться между тиммейтами. Чтобы с чем-то взаимодействовать, нужно зажать клавишу Ctrl. Спецумения можно нажимать мышью на панели внизу или буквами на клавиатуре. ASDF. Пробел, скрытность, shift, пауза. Это всё относительно нормально, если у вас один герой, но если их уже двое, начинает заёбывать. Действия вы должны часто делать одновременно, или сначала делает что-то один, а потом другой продолжает. Вы, конечно, можете сказать, что в пиларсах или в пассфайндере всё точно так же, команда действует одновременно. Но в этих играх часто милишники райт-кликают, а контролить нужно кастеров, плюс у вас есть возможность проебаться. Вы можете делать ошибки, забывать кастеру дать заклинания, и он тоже будет райт-кликать. В Desperados всё построено на точности действий, засчитывается только идеальный вариант. Если вы сделали одну маленькую ошибку, поднимается тревога, набегают враги со всех сторон и вас убивают. Desperados мне напоминает игру «Достать соседа», там тоже надо было всё делать очень точно. Именно из-за высокой цены одной ошибки вам постоянно нужно сохраняться. Плюс могли бы сделать выделение отряда на левую кнопку мыши, стелс на shift, а паузу на пробел. Приёмы. У вас есть нож, которым можно убивать врагов на близкой дистанции, нож можно метнуть, но потом его нужно забрать с трупа. Монета, которая привлекает врагов, и два пистолета. Патроны для обоих общие. На все способности идёт кулдаун. То есть, если вы выстрелили из двух пистолетов, вам нужно ждать время, пока вы сможете стрелять снова. Но в это время можно метнуть нож. Наш первый братюня — доктор Маккой. У него есть шприц с ядом, который работает точно так же, как и нож в ближнем бою. Пердёжная сумка, её можно как монету кидать к врагам, но на близкую дистанцию они всегда подходят к ней, открывают, а там пердёж. И они несколько секунд парализованные, поэтому можно подойти и тихо убить врага. Я эту сумку в основном использовал как монету, чтобы выманивать врагов. У Маккоя есть снайперский пистолет для убийства врагов на дальней дистанции и бинт, который восстанавливает один хитпоинт. В начале игры и у вас, и у Маккоя по три хитпоинта. То есть, подразумевается, что вы всё-таки иногда можете фейлить, но, повторяю, в большинстве ситуаций ошибка триггерит всех врагов на карте, и они вас убивают за несколько секунд. Первая проблема, вы убиваете врагов, но не получаете за это экспу, потому что в игре нет системы прокачки. Вторая проблема, вы убиваете врагов, но у вас нет инвентаря и вы не можете шмонать трупы. Следующая проблема, у большинства врагов есть огнестрельное оружие, например, пистолеты и ружья, но вы не можете подбирать это оружие. И самая большая проблема, вы не можете подбирать даже пули. Стелс в игре есть, но вы не можете пройти всю карту на картах. Стелс больше нужен, чтобы убивать врагов одного за другим, но повторяю, за убийство вы ничего не получаете, они абсолютно бессмысленны. Получается, что мы играем бандой серийных маньяков, которые убивают людей просто так, без малейшей выгоды для себя. За время прохождения обучения, геймплей меня уже подзаебал своей однотипностью, и я прекрасно понимаю, что он будет таким до конца игры. Вы прячетесь в кустах, кидаете монету, враг поворачивается, вы убиваете его ножом, прячете тело в кустах. Если врага два, вы вместе с доктором убиваете двоих одновременно, прячете тела в кусты. Иногда вы можете выстрелить из пистолета, но не потому, что вам так захотелось, а потому, что в данной ситуации разработчики запланировали выстрел с пистолета. И так всю игру. Зря они выпустили демку, тем более по такой однотипной игре. Я подумал, что все-таки рано хороню игру, и решил поиграть еще и третью миссию в городе. Наш напарник уже не доктор Маккой, а какой-то псих с топором, капканом и ружьем. Он может поставить капкан, свистнуть, враг пойдет на свист и вступит в капкан. Купер не умеет убивать ножом в ближнем бою элитных бандитов, а мужик с топором умеет. И выстрелом из ружья он умеет убивать нескольких врагов, которые стоят рядом. Вроде бы добавили разнообразие, а хуй там, геймплей точно такой же. Вы сидите в кустах и складываете трупы в кусты. Я бы называл эту игру «Жизнь в кустах 3». Я бы сейчас с удовольствием поиграл бы в Black Guards или Fallout Tactics, но эта игра слишком скучная. Возможно, в ней гениальный сюжет, но геймплей абсолютно однотипный. А теперь послушайте план действий в городе. Все, хорошо, но я надеюсь, что у вас есть план. Я точно знаю. Давайте идем за улицу. Никто не будет проблем с нами, если мы стоим among the townsfolk. И это будет намного времени, когда мы возьмем на нас, что мы возьмем на мою листью. В первом, есть Джарвис. Он думает, что он реально тяжелый, поэтому он поднимается в кустах. Я начинал борьбу в кустах, поэтому я начинал его борьбу в кустах. Я не знаю, что он хочет меня умереть. Next is Wild Marge, the girls at the brothel dance for her and her men scare off customers. Not me though, so they put something in my drink and tried to rob me. Barely got out alive. The next guy they only call the Duke. He's making rounds through town with his boot lickers. Saw him kick an old lady in the dirt. You just don't do that. Then there's the foreman, McBain. He's a real asshole. Told the sheriff to arrest me so he could put me to work. Guess how that turned out. He won't stop trying though. На карте серые точки это мирные жители, а красные точки это ваши враги. Красных точек намного больше. То есть вы должны убить две трети населения города только потому что они носят шляпы. Я не говорю, что эта игра плоха. Возможно для кого-то она станет любимой игрой. Лично мне она показалась скучной. Если Desperados 3 вас заинтересовал, демо-версию можно скачать на торренте. Версия игры 0.7. Кроме детских воспоминаний, поезда и городка есть еще пять миссий. Свадьба, ранчо, мост, речка и большой город. Демка достаточно большая, чтобы наиграться даже до официального выхода игры. Версия игры 0.7. Особенно, что такое... Версия игры 0.7. Версия игры Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Версия игры